Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. И вот у нас уже появился звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам, наверное, известно уже, что в Украине прокуратура собрала доказательства по поводу коррупционного скандала. Мало того, что Байденовские дела, но еще и самой Демпартии, которые контактировались еще на этапе сговора о собрании компромата с Россией и Вашингтон, отказываются принимать, так сказать, прокуроров украинских. Не в курсе там, что там происходит, нет? Вы знаете, я, честно, я не в курсе в отношении, что происходит в отношении Украины. Нет, это не украинских дел чисто, это касаемо нас. Да, значит, вот единственное то, что я знаю, там дело касается сына Байдена, это я знаю, я говорю еще, дополнительно Демпартии, какие там были еще на этапе сбора компромата на Трам. Честно, не знаю, вот говорю, как есть, не знаю, да. Я обязательно в это вникну и, может быть, даже постараюсь. И, вроде как, они хотели визы, им не дают, так сказать, украинские представители прокуратуры, для того, чтобы приехать и представить эти доказательства. Да, я обязательно в это... Вот это очень странно. Да, я обязательно в это вникну, я даже постараюсь как-то это все просмотреть к нашему 5.30 шоу. И попробуем... Да, чтобы это больше информации были по этому участку. Договорились, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Алло, да, добрый день. Знаете, вот на флоте существует такая команда, все вдруг. Это значит, что все корабли должны совершить редкий поворот. Вот когда демократы увидели, что с БАРа они ничего не получат, они объявили нового врага, Стивен Миллер. Сегодня целый день, я думаю, в течение ближайших дней, повышение истерики на его счет. Вот, и будем надеяться только, что Трамп не уступит этого человека. Да, я тоже думаю, что Трамп не уступит этого человека, по крайней мере, не демократам. То есть, если он что-то сделает, он только это сделает из своих собственного интереса. Но вы абсолютно правы. То есть, демократы сейчас хватаются за любую возможность как-то чем-то все-таки нагадить Трампу. Ну, посмотрим, что из этого получится. Спасибо большое. Кстати, насчет того, чтобы нагадить Трампу, ну, я сейчас быстренько закончу слушание Билл Бар в Конгрессе. Кроме того, что он ничего нового не сказал по поводу того, как он собирается выпускать свой, вернее, отредактированный рапорт Малера, там ему начали задавать какие-то абсолютно неуместные вопросы, потому что он все-таки является генеральным прокурором. Он не является, то есть, он не должен являться фигурой политической. Добрый день. В эфире говорить, пожалуйста. Анатолий, добрый день. Добрый. Слушайте, я интересно, я хочу вот ваше мнение просто, клянусь, я уже 41 годы в Америке такого не представлял, что такое может быть. Эти три сучки, которые в Конгрессе, они не прекращают практически ежедневно, говоря об антисименте, этого Миллера, которого вы сейчас только что-то вот, вы сказали. Он, кстати, еврейский, понимаете? Ну, его ему уже дали. Но если он еврей, значит, он расист, тем более если он за Трампа. Вы понимаете? Та же как-то придурок с Техаса, который назвал Нитаньяху. Расист. Почему? Потому что если он друг Трампа, значит, он тоже расист. Тоже расист, да. И мы, и вы расисты, и я расист. Мы все расисты, потому что мы склоняемся в правую сторону. И, понимаете, просто вроде бы никакого им, так сказать, у них, не то что они, я говорю, наказание, там никакого наказания в жизни им не будет, но они постоянно, почти ежедневно, не отливают эту ложь, это злобство, это антисемитизм. Это выступало, как это, из Миннесоты недавно где-то на каком-то исламском митинге. Ириана Мар. Как она сказала, вы, наверное, это видели, Анатолий. Конечно. Something happened to 11. Да. Вот именно something happened, 3000 человек погибло. Вы понимаете, то есть, я просто, никто не мог себе приходить на секунду, если это все сотую долю бы, говорили бы республиканцы, так и что, вы что бы, их вешали бы на площадях. Ну да, да, ну вы понимаете, Alex, тут же ситуация идет в чем? То есть, все, любой, то есть, все нормальные люди прекрасно понимают, что происходит. Но, то есть, вот наказание, в том виде, в котором вы это говорите, это наступит на выборах. И я очень надеюсь на то, что люди, которые, ну вот как вы, я и многие наши радиослушатели, люди, которые видят то, что происходит сегодня, как говорится, проголосуют ногами, выйдут и, ну, у нас что-то, может быть, поменяется. Если же нет, ну, что я могу сказать, миллион, то есть, миллионы людей, которых абсолютно не интересует состояние нашей страны. Ну, просто не интересует. А то, что они делают, вот эти вот три, как вы их назвали, да, вот эти три, они абсолютно четко знают, что они делают. Поверьте мне, они это не делают просто так, и они это не делают, потому что они новенькие в Конгрессе. Мало этого, вот насчет 9-11, то, что вы сказали, наша принцесса «премудрая», в кавычках, Акасио Кортес сказала, а вот почему погибло 3 тысячи в 9-11 и такая буча, а когда в Пуорто-Рико погибло около 3 тысяч, никто об этом не говорит. Понимаете? То есть, ну, что на это можно ответить? Ничего, на это нельзя ответить. Вы знаете, Анатолий, еще я хочу сказать, что очень важно для нас, я уверен, что и для вас, чтобы сегодня Израиль победил Нетаньяху. Конечно. Победа Нетаньяху в Израиле – это победа Трампа. Потому что, если не дай бог, он проиграет, не дай бог, я даже себе представить не могу. Тут начнется такая подханалия, по-любому он будет подханалия, ну, что, вот, видите, у него авторитета, его не в Израиле и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому настолько важно, чтобы они сейчас... Но, опять же, вот, смотря их интернет, у них сегодня не рабочий день, я понимаю, они не работают сегодня. Ну, да. И все побежали на пляж. Ну, не все, конечно, но многие побежали на пляж. И навряд ли они будут голосовать. Вот это я... У них и решается судьба государства. Понимаешь? Ну, слава богу, мы до этого корня не дошли, до этого поинта. У них решается, как можно идти на пляж и не голосовать. Я вам скажу, Алекс. Я очень много читаю именно по поводу Израиля и слушаю очень много разных источников информации. Вы знаете, интересная вещь. Нам кажется это странным, потому что мы все-таки... Нас интересует политика, нас интересует политика этой страны, политика Израиля. Нас даже интересует политика Украины и России, как показывают факты. В Израиле люди живут совсем другой жизнью. Ну, дайте им Натаньяху, ура, ура. Дайте им Шарона, ура, ура. Дайте им Шамиля Басаева, тоже будет ура, ура. Да, Басаева. Понимаете? К сожалению. Вот так они там живут. Ну, это неопределенная часть, это небольшая. Да, 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 да. Согласен. Это не большая. У них все-таки они более дружно ходят на выборы, чем американское общество ходит на выборы. Больше процента, намного больше процентов. Но я сегодня читал такую вещь, мне очень понравилось, что практически арабское население бойкотирует выборы, что прекрасно. Меня это вполне обстраивает. или ходит в очень-очень-очень маленьком составе. Ну, это типа на злобабушке куплю шапку и отморожу уши. Так что... Спасибо, Элокс. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, очень коротко по поводу предыдущего выступления. Дело в основном в Израиле, в Израиле, у израильтян, скажем так, менталитет такой, в отличие от нас, которые привыкли совершенно к другому. Они любят что-то новое. Неважно, плохое это, хорошее. Ну, вот так там устроено. А с другой стороны, а с другой стороны, та же психология, как была у нас, когда первомайские дела, когда там голосовать надо было. Кто люди? Люди ехали на дачу копать огород. Ну, да. Ну, закричи. Ну, я там... Нет, ну, я тут немножко с вами поспорю. Почему? Потому что, когда у нас шли выборы в свое время, да, да и сегодня в России... Ну, я понимаю. Нет, я имею в виду уже после 90-х годов. Ну, вы понимаете, проблема в том, что там абсолютно без разницы. Пойдут они голосовать или пойдут копать картошку, результат уже известен. Поэтому. В Израиле этого действительно не существует. И поэтому я немножко удивляюсь тому, что... Ну, вы знаете... Нет, ну, понимаете, ну, сабры, они... Они такие же раздолбая. Ну, так, между нами. Ну, наверное. Они такие же ливантийские раздолбая. Ну, что у них вот в хорошей погоде? Ну, что я пойду туда? Там стоять в очереди надо. Ну, да. Ну, знаете, я вам скажу такую вещь. Ну, вот так вот. Люди, которые... Вот, неважно, сабры, ашкенази и так далее. Смотрите, они все служат в армии. То есть, они воюют за свою страну. То есть, за благополучие своей страны. Тогда вопрос... Но вместе с тем у них есть и это. Вот. Вот это вот парадокс. Понимаете? Люди, которые готовы отдать жизнь за свою страну, настолько вяло относятся к тому, что с этой страной произойдет. Но все это у них совмещается. Да. Да. Спасибо большое. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день, Антон. Добрый день. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какая ситуация финансовая на данный момент на строительстве стены? Получил он какие-то деньги или все тормозится все-таки? И откуда идут финансы? Я понял. Спасибо большое. Значит, финансовое положение в отношении стены. Ну, то, что ему... Он может получить в ри. Тем, что он издал вето, ему светит, в принципе, получить в районе 9 миллиардов долларов на строительство стены. Но там, вы же понимаете, то есть то, что ему светит и то, что ему будут ставить палки в колеса суды и так далее, то есть там тот подал в суд, тот подал в суд. То есть стена, в принципе, как таковая, она строится. Она строится в разных районах. То есть деньги, в принципе, есть в том смысле, что их можно найти. Даже тот же Пентагон, в принципе, сказал, что там миллиард долларов найдем. Хотя, я вам скажу честно, меня немножко удивляет, опять же, позиция Пентагона, потому что при Обаме Пентагон, ну, или, будем говорить так, Министерство обороны, получала всего-навсего 40 миллиардов долларов в год на свой бюджет, на свои нужды. Это вообще ничего. Трамп им выбивает 750 миллиардов. 750 миллиардов. И тут же выступает представитель Пентагона, его зовут, по-моему, то ли Эдам, то ли Эллан. Я вот вылетел из головы, Эдам или Эллан Смет. И вот он выступает и говорит о том, что нельзя забирать деньги у Пентагона. Мол, мы, нам эти деньги нужны для так называемых, ну, не так называемых, а для определенных нужд. Понимаете? То есть я не понимаю. С одной стороны, он борется за улучшение нашей армии, за улучшение нашего вооружения и так далее. С другой стороны, та же армия, то же Министерство обороны идет против него. Не понимаю. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, вам? Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я слушал вас, я с вами согласен полностью. Но, к сожалению, не все люди понимают и видят вообще на самом деле, что происходит. И уже говорили об этом тоже предсказыше. То есть в школах промывают мозги, в колледжах промывают мозги. И, к сожалению, молодые люди не совсем осознают, что происходит. И многие вещи, которые для многих людей, они на самом деле ясны и понятны, они проходят мимо иногда молодых людей и не совсем соображают. Поэтому в этом вся проблема. Да. Да. Промывание мозгов это самая страшная проблема. Чему она приведет, только непонятно. Потому что... Еще такая вещь. Еще такая вещь. Допустим, я приехал довольно тоже в молодом возрасте. И у меня тоже были кое-какие сомнения по поводу этого и склонности, допустим, к политике, демократической партии и так далее. Но это приходит уже просто с каким-то с опытом, с жизнью и так далее. Вы знаете, поэтому есть такая пословица... Молодые люди, к сожалению, это не соображают, они видят какие-то порывы на помощь молодым, помощь пожилым, помощь бедным. И они с этим как бы соглашаются. Но что за этим стоит, они же не совсем это понимают. Вы знаете, есть такая хорошая пословица в Америке, это действительно есть такая пословица, что если тебе до 30 и ты не был демократом, у тебя нет сердца. Если тебе после 30 и ты не стал республиканцем, у тебя нет мозгов. Поэтому абсолютно нормально тот факт, что вот молодежь витает в облаках, они хотят все бесплатно, все хорошо и все шикарно. Потом они становятся взрослыми, обзаводятся семьями, начинают работать, видят свои налоги, и вот тут они становятся республиканцами. Дело в том, что задача показать это и может даже не убедить, а просто показать для того, что люди начали соображать о том, что правильно и что неправильно. И чем раньше начнут об этом соображать и думать, тем лучше будет. Поэтому пока человек доживет до 30 лет, он уже успеет проголосовать, к сожалению, может быть 15 раз, так что по разным параметрам. Ну да. Поэтому задача, допустим, наша, тех людей, которые это понимают, соображают, довести это до малых людей. То есть я пытаюсь даже своим детям рассказывать тоже. Ну, как бы с чем-то соглашаться, с чем-то нет. Поэтому в этом все задача состоит. Мы же то, о чем мы говорим с вами по радио, это мы как между собой, как говорится, сыпем сахар друг другу, а то, что не доходит до других людей, к сожалению, оборачивается потом такими неприятностями, как вот эти вот, я бы сказал, чужеземные женщины в Конгрессе и так далее. Ну, вы знаете, я вам скажу такую вещь, в отношении того, мы говорим между собой или нет, к счастью, нас слушают очень большое, действительно большое количество народа. Это правда. Почему? Потому что благодаря интернету мы не ограничены только нашей комьюнити в Чикаго. Но, чем больше родителей услышат это, чем больше родителей будут работать со своими детьми, вместо того, чтобы прятать голову в песок, пытаться просто объяснить своим детям, почему это так, а не иначе, ну, будем надеяться на то, что все-таки это что-то, как-то, чем-то поможет. Спасибо вам большое за звонок, у меня другая линия, говорите, пожалуйста. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. А вот, вы знаете, просто объяснить, молодежи невозможно ничего. В большинстве, в подавляющем своем большинстве они абсолютно упертые на этих идеях и сдвинуть их оттуда невозможно. Видел много тому примеров и, в общем-то, разуверился в этом полностью. Но, у меня вопрос, а что если им запретить голосовать? Как? Что если, да, вот просто тупо запретить голосовать и разрешить голосовать только тем, кому за 40, у кого есть семья, у кого есть дети и которые платят налоги? Вот если ты выполняешь вот эти там три или четыре критерия, иди голосуй, а не выполняешь, иди домой и сотрясай воздух. То, чем мы сейчас занимаемся, к сожалению. Я вам скажу такую вещь. Несколько вопросов, по которым я, причем я вас специально не отключаю, потому что я хочу услышать ваш ответ. Есть несколько ряда вопросов, по которым я с вами не согласен. Первый. О том, что с ними невозможно иметь дело. Значит, они, если они только не умственно отсталые или не умолишенные вообще, их упертость можно переубедить на примерах. То есть, вот элементарный пример, который мне, например, очень понравился. Вот у тебя молодежь, я имею в виду, которая ходит в школу, да, вот у них GPA, ты учишься тяжело, ты берешь все AP-классы, Honor-классы и так далее. Твой GPA 4,75, но у какого-нибудь там Васи Ложечкина, вот у него GPA 1,9. Ну, не хочет он учиться, но тем не менее. Закон у нас такой, что вот твои 4,75 мы уравниваем максимум до трех, а остальное раздаем тем, которым не хватает до трех. Вот попробуйте задать такой вопрос, и вы послушайте, как ваш ребенок или тот, с которым вы разговариваете, по крайней мере задумается. просто задумается, почему так. То есть, с ними нужно разговаривать на их языке, не пытаться им доказать, почему Трамп такой хороший. Нет. С ними нужно говорить на их языке, то, чем они понимают. Понимаете? Это раз. Дальше. То, что они, то есть, то, что голосовать нужно после 40, я вам скажу, посмотрите, какое количество после 40, имея семьи голосует за демократов. Это, что это имеет какое-то значение? Нет. Это чисто такой эмоциональный всплеск. Почему? Я считаю, что голосовать, то есть, у нас есть Конституция Соединенных Штатов. Голосовать мы имеем право, это наше право, данное нам Конституцией с 18 лет. Теперь, многие кричат демократы, что надо опустить возраст до 16, это, естественно, полнейший идиотизм, в том смысле, что никто, для того, чтобы на это пойти, нужно изменить Конституцию, а изменить Конституцию, это целая проблема. Поэтому, но в то же время, если они платят налоги, ну, хорошо, а если он не платит налоги, если парень, который ходит в калыч, толковый парень, или парень, который служит в армии, почему ему нельзя голосовать? Почему ему можно идти отдавать свою жизнь и невозможно и нельзя голосовать? Ваше мнение? Вы знаете, вы сбросили в одну кучу, получается, на мой взгляд, получается, салат. Насчет молодежи, да, безусловно, можно попытаться сказать, что вот, смотри, я заработал 100 долларов, а у меня 50 долларов забрали, потому что 10 человек заработали только по 10 долларов, но так как у меня забрали 50 долларов, то ты сегодня не получишь там какую-нибудь приставку или какую-нибудь, там, я не знаю, что-нибудь, чего тебе очень сильно хочется. Безусловно, это можно делать, но я говорю о других вещах, я говорю о тех вещах, когда люди совершенно не задумываются о том, что такое жизнь, а к сожалению, наша молодежь, я опять повторю, я говорю подавляющее большинство, я не говорю вся, подавляющее большинство нашей молодежи о жизни не задумываются. Они услышали возглас господина господи Сандерса, или как его зовут этого, выжившего из ума еврея, и начинают орать, ой, да, он прав, надо помочь, там всем плохо, а мы тут в жиру купаемся, в каком жиру он купается? Так вот, смотрите, вот эту вот риторику, он купался в жиру, стоит, пардон, раком, по 12-14 часов в день, чтобы отправить этого умника в калыч, и папа платит за калыч. Смотрите, вот для того, чтобы избавиться от вот этой риторики Сандерса, нужно, опять же, вот с этой молодежью, вы ее называете нашей. Наша молодежь это та, к которой мы имеем доступ, это наша молодежь. Так вот, нашей молодежи хотя бы можно попытаться, вернее, нужно попытаться объяснить, почему это не является оптимальным вариантом. И, я вас больше, чем уверяю, что наша молодежь это поймет, другая молодежь это... Это не верю. Ну, это не... Подожди, это уже... Я пробовал разговаривать, но это, правда, не мои дети. Мне, слава богу, как-то немножко повезло. Но у меня есть, ну, скажем, близкие родственники, с которыми я пытаюсь разговаривать, они не хотят не то, что разговаривать, они не хотят слышать. Потому что ваши близкие родственники, вы не являетесь для них авторитетом. Для них является авторитетом родители. А теперь прикиньте... Так вот, родители должны заниматься воспитанием молодежи. Не вы... А теперь прикиньте, сколько родителей не являются авторитетом для нынешней молодежи. Я не знаю, у меня таких... Я вам честно скажу, положа руку на сердце. В свое время мнение моих родителей для меня, в общем-то, тоже было не особенно как-то весомо. Окей, давайте мы ждем так. Я сейчас ухожу на рекламу. Я все годы полагал, что я знаю лучше. Спасибо вам за звонок. Просто мне нужно выйти сейчас на рекламу, нет времени. Хотите, перезвоните после рекламы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok